вода в организме вода обеспечение организма водой это его жизнь как я уже говорил наш организм содержит 80 процентов воды обезвоживание организма это общая его зашлакованность из-за накопления мочи и кислых и других недоокисленных токсических веществ откладывающихся во всей дренажной системе сосудах венах меж тканевом пространстве в суставах мышцах в результате организм испытывая постоянный недостаток в питании и кислороде не может нормально функционировать задыхаясь в накопленных токсических веществах то есть в той среде который начинает проявлять себя патогенная микрофлора вплоть до образования опухолей кстати нехватка воды внутри клеток приводит к разрушению энзимов ферментов ответственных за выведение из нее токсических веществ кроме того из-за нехватки воды уменьшается выработка нужного количества пищеварительных соков пища полностью не переваривается из-за чего организм зашлаковывается закисляется и возникают различные болезни оканчивающиеся на ос склероз артроз атеросклероз остеохондроз цирроз и так по порядку вот полюбуйтесь к чему приводит обезвоживание организма симптомы обезвоживания организма известны к ним относятся головокружение головная боль раздражительность быстрая утомляемость депрессия ослабление памяти старческое слабоумие это проявление нехватки воды в головном мозге хронические заболевания легких бронхиальная астма и другие болезни легких это в первую очередь результат обезвоживания организма раздражительность депрессия повышенная утомляемость бессонница отеки под глазами отутловатость лица сухость или наоборот чрезмерная жирность кожи сердечно-сосудистая почечная недостаточность любые заболевания связанные с нервной системой рассеянный склероз болезни паркинсона и альцгеймера энцефалопатия и другие заболевания органов зрения катаракта глаукома это следствие общей зашлакованности в результате обезвоживания организма в том числе жидкостных структур глаз заболевания ушей и носоглотки дискомфорт наблюдаемый в желудочно-кишечном тракте урчание запор дисбактериоз колиты и так по порядку это проявление обезвоживания организма вода разжижая каловые камни способствует более быстрому выведению токсических веществ образующихся в кишечнике в результате метаболических процессов отеки ног судороги икроножных мышц чувство жжения в стопах и пальцах ног трофические язвы тромбофлебит артрозы артриты диабет гипертония и гипотония любые проявления на кожных покровах экзема псориаз склеродермия и так по порядку место не чувство прилива у женщин в климактерический период более различной локализации и многое другое уменьшение воды с возрастом приводит к увеличению вязкости крови более напряженной работе сердца заболеванию сосудов к инфаркту и инсульту болезни альцгеймера рассеянному склерозу болезням вен и глаз недостаток воды в организме приводит к сгущению крови что на 40 процентов увеличивает риск возникновения инфаркта инсульта рак печени желчного пузыря поджелудочной железы почек прямой кишки возникает в 3-5 раз реже если прием воды в сутки составляет не менее полутора литров не считая первых блюд соков овощей если женщина будет выпивать не меньше 6-8 стаканов воды в сутки не говоря уже о двух литрах то риск заболевания раком груди уменьшится в 5 раз чем больше обезвожен организм тем сильнее желание есть жирную пищу а это вместе с употреблением рафинированных продуктов приводит к ожирению камне образованию в различных органах атеросклерозу если появилось желание поесть то надо выпить один-два стакана воды и это желание исчезнет а вместе с ним только за один месяц можно избавиться от нескольких килограммов веса чего нельзя добиться ни одной физиологической диетой ваш внешний вид морщины истонченная сухая или жирная кожа экзема псориаз и другие это не болезнь а проявление нехватки воды который в кожных покровах должно быть не меньше 50 процентов кроме того состояние кожи ухудшается если часто мыть ее шампунями и гелями в которых много консервантов и щелочей смывающих кислую среду кожных покровов нарушение обменных процессов остеохондроз остеопороз артриты и так по порядку накопление в организме не до окисленных токсических продуктов в результате пренебрежительного отношения к питанию быстрая еда плохое пережевывание пищи употребление во время и после еды жидкости недостаточная физическая активность утренняя зарядка спорт наступающие из-за недостатка воды в организме с помощью которой из него удаляются токсические вещества уменьшение количества воды до 10 процентов граничит со смертью что делать насыщать организм водой пить до полутора-двух литров чистой воды подчеркиваю чистой если пьете чай или кофе то это уже измененная вода чтобы от нее была польза организму клетка должна очистить эту воду и пропустить внутрь только чистую воду а то что было в чае кофе должно быть удалено из организма часть этих шлаков выбрасывается а часть идет в печень почки что ведет к атеросклерозу вам это надо не надо пейте чистую воду чем меньше воды тем больше сдвигается ph в кислую сторону нарушается кислотно-щелочное равновесие для того чтобы вода превратилась в электролит то есть заряженную а и ощелоченную воду она должна пройти транзитом через желудок и только в 12 перстной кишке обрабатываясь щелочной средой из печени и поджелудочной железы превращается в ту воду которая затем попадает в другие органы желудок легкий кишечник в поджелудочную железу печень для выработки пищеварительных соков без чего организм нормально существовать не может одновременно такая вода способствует очистки 12 перстной кишки устраняя кислую среду попадающую из желудка от плохого от плохо переработанной пищи из-за снижения концентрации желудочного сока разбавленного жидкостью которую пьют во время и после еды поэтому пить воду надо натощак за 10-15 минут до еды и не меньше через час полтора часа после еды течение суток начиная с утра сразу два стакана беря щепотку соли в рот или 2-3 крупицы морской соли и капнув в стакан от 5 до 10 капель 3 процентной перекиси водорода при отсутствии дискомфортных явлений со стороны желудочно кишечного тракта имейте в виду вода это тоже пища ведь мы на три четверти фактически состоим из воды за сутки надо выпить натощак полтора два литра чистой воды все остальное не работает на здоровье посмотрите на некоторых людей после 60-70 лет когда они начинают пить около двух литров в сутки чистой воды у них морщинки разглаживаются кишечник начинает нормально работать в воде клетка купается это основа ее жизни поэтому пить надо много и только натощак и только чистой воды а где же ее взять чистая вода не то которую продают в бутылках вода кислая она имеет паш шесть половиной семь а как сделать действительно чистую воду вечером вы наливаете воду из крана кастрюлю или бутыль она отстаивается хлор выходит утром там осадок обязательно будет хотя глазами его не видно вы осторожно сливаете верхнюю воду примерно две трети всего объема но не кипятите ее как обычно а доводите до мелких пузырьков это так называемый холодный кипяток который сохраняет свою структуру в течение суток такая вода нужна клетки она уже не тратит энергию на ее очищение это поистине живая вода которая возвращает человеку здоровье получается соблюдая только одно правило заложенное в нас природой пить воду до еды минимум за 10-15 минут и через час по два часа после еды вы значительно продлите свою жизнь причем без каких-либо проблем ибо вода является самой жизнью и от нее зависит как как питание клетки так и заболевание ее от продуктов метаболизма то есть зашлакованности следует сказать несколько слов об использовании воды снаружи последнее время все больше стали говорить о тесной связи биополевой структуры человека с энергоинформационным полем вселенной как известно электромагнитное воздействие может быть может как бы быть как отрицательным так и положительным течение дня человек встречаясь с различными людьми изменяет собственное биополе как говорят загрязняет его лучший способ очистки собственного биополя это контрастный душ существует много способов обливания один из ярких примеров обливания холодной водой что пропагандировал знаменитый целитель порфирий иванов он брал два ведра воды босым становился на землю и после короткой молитвы о здравии всем выливал на себя сначала одно ведро а через 45 секунд второе сегодня уже доказано что если человек обливается холодной водой температурой 10-12 градусов по цельсию то в организме возникает мощная теплоотдача которая увеличивает температуру внутренней среды организма больше 40 процентов 40 градусов по цельсию ученые новосибирска профессор верещагин добились того что после нескольких таких сеансов раковые клетки погибают как видно для этого достаточно обливаться холодной водой ниже 12 градусов по цельсию квартире это делается следующим образом берутся два пластиковые две пластиковые бутылки объемом 2 литра заполняются водой и помещаются морозилку течение 30 минут вода остывает до 10 градусов по цельсию берется ведро 3-4 литра набирается холодная вода из крана 16 18 градусов по цельсию туда добавляется вода из одной бутылки также готовится второе ведро затем обливаетесь одним и вторым ведром если вы больны и вам хочется жить то терять вам все равно ничего начните обливаться сначала контрастной водой сначала ведром теплой воды а потом холодной из-под крана а потом только холодным если вы обливаетесь холодной водой из-под крана то нередко случается обострение болезней суставов простуда и так по порядку а если вы обливаетесь холодной водой ниже 11 градусов по цельсию то никаких проблем со здоровьем не будет она будет только улучшаться теперь мое мнение о гигиенических водных процедурах дело в том что наша кожа и клетчатка это самый большой орган по весу до 10 и более килограмм это механическая защита от повреждений патогенной микрофлоры это выделительная и всасывательная функция органа в том числе интенсивный газообмен а также кожа обладает высокой регенерационной способностью обновление поверхности слоя кожи слущивание эпидермиса происходит за 7-9 дней поэтому мыться в той же баньки сам бог велел один раз в неделю и только с хозяйственным мылом если вы принимаете ванну чаще то одурманивающий запах косметики использует вас по полной программе знайте все шампуни это чистая химия когда вы этим среди этими средствами смываете защитный жировой слой кожи то она становится голенькой и через нее активно начинается всасывание всех химических веществ самым лучшим оздоровительным средством для кожи избавляющим ее от негативной энергии является душ контрастный обливание и купание вывод делайте сами